В свои без трех дней 95 лет она также грациозно держит спину, как и во время Великой Отечественной войны. Елена Потаповна Гонтарь в 40-х годах прошлого века выступала в ансамбле «Песни и пляски». Художественными номерами заряжала на победу уходивших на фронт бойцов. На одном из таких концертов познакомилась с будущим мужем, ждала, когда вернется. Ну а потом наступил май, который оказался самым главным месяцем в ее жизни. Идем зарасписываться. Поехали 6 мая. А регистратор же говорит, а чего вы спешите? Вот у нее день рождения 9-го, будет и день рождения и свадьба. А ему уже надо скорее. Ну ладно, расписались и все. А когда уже прошло 9 мая, в окно стучат. Что такое? Может победа? И мы как вышли и забыли про звение рождения. Их жизнь и судьба – великий пример единства народа и служения Отечеству. Пример для всех, кто живет сейчас в мирное время. В честь ветеранов Великой Отечественной войны сегодня в Краснодаре торжественное мероприятие. Год от года свидетелей тех трагических событий остается все меньше. Но те, кто могут, обязательно приходят. Ведь это их праздник. Личные слова благодарности всем, кто приближал победу, произнесли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Заксобрания Юрий Бурлачко. Чем больше проходит времени со дня этой великой даты, 9 мая 1945 года, тем ценнее мы его чувствуем. Потому что уходят ветераны, уходят герои, уходят живые свидетели трагических и героических страниц нашей великой страны. И надо успеть сохранить память о них. Потому что память нужна не мертвым, а память нужна живым. Молодежи нужна память о своих дедах и прадедах. Мы в неоплаченном долгу перед ними. Это мало. Мы им обязаны тем, что имеем возможность жить. Имеем возможность растить наших детей, внуков. И пока будем мы помнить, они будут жить. С праздником! С Днем Великой Победы! Это победа самая важная, самая значимая, самая долгожданная. Сегодня мы склоняем головы перед всеми, кто сражался за Родину, за наше будущее, за нашу свободу. Низкий поклон старшему поколению. Фронтовикам, труженикам тыла, которые делали все возможное, чтобы приблизить этот великий праздник. Мы в неоплатном долгу перед вами, павшими и живыми. Они, победители, все без исключения помнят те страшные годы в деталях. И, конечно, никогда не забудут день своей и нашей общей победы. Виктор Ступак на фронте не был. Тогда еще совсем ребенок он проводил на войну отца. Дождаться его так и не смог. А день победы особенно заполнился. Я уже был семилетним, понимал. И я все время выскакивал на улицу, чтобы встретить своего отца. Пришел сосед, но отец мой пропал без вести. И до сих пор я не могу его отыскать. 600 тысяч кубанцев ушли на фронт в первый год войны. Сегодня весь Краснодарский край склоняет голову перед подвигом фронтовиков. Из рук губернатора главы двух районов получили сертификаты с присвоением званий воинской доблести, Темрюку и Крымску. Эти города выдержали серьезный натиск фашистской армии. В небе над Крымским районом в мае 1943 года состоялось одно из крупнейших авиационных сражений Великой Отечественной войны. Над стратегической высотой, впоследствии названной Сопкой Героев, по данным историков, одновременно могли биться от 500 до 900 самолетов. Это место стало братской могилой примерно для 16 тысяч советских солдат. Война унесла полмиллиона жизней кубанцев. Грядущий день победы – это день общенациональной гордости и вечной памяти. Мы все разные по характеру, разные по социальному положению, по взглядам даже разные. Но в этот день, 9 мая, мы едины. Мы едины, потому что этот праздник объединяет всех, кто живет на этой земле. За 74 года со дня победы сменилось не одно поколение, но память о подвиге до сих пор жива. Александр Раванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова